здравствуйте но мы с вами продолжаем ну вернее уже даже завершаем рассмотрение тx диаграмм вы помните что тx диаграммы строится при постоянном давлении ну и сегодня мы с вами должны рассмотреть такую достаточно важную тему нашем курсе это влияние различных факторов настроение диаграмм плавкости влияние различных факторов настроение диаграмм плавкости влияние различных факторов настроение диаграмм плавкости что за факторы которые могут влиять на диаграммы плавкости это могут быть внутренние факторы, связанные с взаимодействием компонентов в расплаве. Внутренние. Собственно, они отражают химизм расплава. И здесь одно из выражений такого взаимодействия, это кислотно-основное взаимодействие. Это внутренние факторы, но есть и внешние. Что за внешние факторы? Давление было у нас постоянным, заданным. Влияние давления. Что еще остается из таких факторов? Это влияние химических потенциалов вполне подвижных компонентов. Еще одна группа факторов, которые влияют не на строение диаграммы плавкости, а на последовательность кристаллизации на ней, это кинетические факторы. Начнем мы с очень простой вещи. Мы с вами уже много раз рисовали диаграмму с простой эфтектикой. Ну вот, собственно говоря, у нас есть температура, состав. ТХ диаграмма, давление постоянно, компоненты А, В. Вот эфтектика. Вот эфтектика. Вот температура плавления, мелтинг фазы А. Вот температура плавления ТМ фазы В. Вот два ликвидуса приходят в эфтектику. Верно? Верно. Можем мы рассчитать положение эфтектики в такой системе? Можем. Это легко сделать, потому что мы знаем дифференциальное выражение для линии ликвидуса. Это выражение, это уравнение Шреддера. Ну, напомню, что Д логарифм мольной доли компонента А по ДТ равно Дельта С делить на РТ, где Дельта С мелтинг, плавление, или равно Дельта H плавление делить на РТ квадрат. Верно? Ну и давайте проинтегрируем это дифференциальное выражение. В пределах, вам понятно, каких. От точки плавления до эфтектики. Ну, для компонента А и для компонента В. Что у нас получится? Ну, соответственно, Д логарифм мольной доли компонента А. Берем интеграл от мольной доли в эфтектике до мольной доли равной единице. Вот это по мольной доли, вернее, правильно, вот это по мольной доли. И, соответственно, это будет равно. Ну, а здесь у нас Дельта H на РТ квадрат, ДТ, интеграл по температуре от нижней температуры Т в эфтектике до верхней температуры Т плавления фазы. Ну что, можете решить такой интеграл? Ну, Дельта H у нас постоянное. Да, Р постоянное. У нас получается, выносим, ну, а здесь этот интеграл полностью будет равен логарифм мольной доли компонента А равен, выносим Дельта H М делить на Р. А здесь что получается? Получается, единица на Т квадрат ДТ, это единица на Т, правильно? Получаем единица на температуру верхнюю плавление фазы А минус единица на температуру эфтектики. Вот, пожалуйста, уравнение для компонента А. Ну и то же самое можем записать для компонента В, логарифм мольной доли компонента В, есть Дельта H плавления, покажем, что это для А, а это для В. Они разные вообще-то. Единица на температуру плавления фазы В минус единица на температуру эфтектики. Решает эту систему уравнений. И получаем результирующее выражение. Ну, его по-разному записывают. Ну, можно записать так. Соотношение мольной доли компонента А в степени единицы на дельта H плавления фазы А к мольной доли компонента В в степени единицы на дельта H плавления фазы В равно, а здесь получается экспонента, раз мы избавились от логарифмов, получается экспонента соотношение единицы на РТ плавления фазы А плавления мелкинг фазы А минус единица на РТ плавления фазы В ну и, собственно говоря, когда у нас температуры плавления близки, то, соответственно, мы ожидаем, что эфтектика будет находиться на середине. И эти мольные доли будут примерно равны, ну, с точностью до этих самых антальпий плавления. Они хоть и разные, но близкие, вообще-то говоря, для всех фаз. То есть получается, что если у нас теоретически мы рассматриваем идеальную систему, где нет взаимодействия в расплаве, то и температуры плавления двух фаз близки, как я нарисовал, мы ожидаем, что эфтектика будет посередине. Однако мы часто видим системы, где, несмотря на то, что фазы плавятся при близких температурах, а эфтектика смещена категорически к одной из фаз. Почему такое происходит? Ну, вы мне легко ответите, потому что я неправильно записал эти уравнения. Это уравнение для идеального раствора. Мольная доля предполагает, что коэффициент активности есть единица. Вообще-то я должен через активность записывать. Если есть взаимодействие компонентов в расплаве, то мы должны учитывать коэффициент активности. И вот как раз один из способов учета коэффициентов активности мы с вами сейчас рассмотрим. Это кислотно-основное взаимодействие. Кислотно-основное взаимодействие. Ну, вы представляете себе силикатные расплавы. Из чего они сделаны? Как и силикаты, они сделаны из клеммно-кислородных тетраэдов. То есть координированный клеммнизем, окруженный четырьмя кислородами. И это координации практически единственные при низких давлениях для таких систем. Что делают металлы? Они входят в другие координационные сферы. И таким образом они оттягивают кислороды от кремния и получаются разнообразные мотивы, которые, в общем, вы прекрасно знаете по классификации силикатов. Ну и поэтому мы можем разделить компоненты силикатных расплавов на несколько групп. Ну, собственно, кислотные, основные, ну и между ними группа амфотерных. Как нам отличить кислотные от основных? Главное — это энергия связи между металлом и кислородом. Ну или, можно выразить, через ионный потенциал. Ионный потенциал. Ионный потенциал — это соотношение заряда иона к его радиусу. Ионный потенциал. Ну или энергия связи. Металл-кислород, которая представляет из себя энергию диссоциации вот этой связи металл-кислород, отнесенную к координационному числу. Энергия диссоциации. А здесь координационное число. Сколько там этих самых атомов. Ну и с этой точки зрения у нас возникает несколько типов. Кислотные компоненты. Они обладают высоким зарядом, маленьким ионным радиусом. И поэтому кислотные компоненты, они принимают кислород, образуя с ним прочные связи, образуются прочные соединения типа СО3, СО4 с четырьмя минусами. Ну здесь покажем такой ионный потенциал и энергия связи в килокалориях на моль. Для кислотных компонентов ионный потенциал больше 5, а энергия связи больше 60. И поэтому они прочно связывают кислород в расплаве. Основные компоненты. Они напротив. Основные или основные. Они напротив, типа кальцио, способны диссоциировать и образовывать ионы и давать ионы кислорода в расплаве. У них ионный потенциал меньше 3, ну а здесь меньше 30 энергия связи. Ну вы видите, что между двумя группами есть промежуток. Это амфотерные компоненты, которые обладают и основными, и кислотными свойствами. Амфотерные. Ну, например, глинозем. Амфотерные. Например, алюминий 2О3, который может проявлять как кислотные, так и основные свойства. Соответственно, у них 3,5-йонный потенциал и 30,60 килокалорий на моль энергия связи с кислородом. Ну, помимо того, что у нас есть такие компоненты, еще и расплавы могут быть описаны разными моделями. Ну, может быть, какие модели? Мы можем силикатные расплавы описать оксидной моделью, когда у нас в расплаве присутствуют оксиды, либо кластеры. Ну, а объединение кластеров приводит уже к квазикристаллической структуре расплавов. От чего это зависит? Это зависит от соотношения R, то есть количество металлов к кремнию, чем больше металлов, магния, железа в расплаве, тем менее он полимеризован. И у нас получается, как устроен силикатный расплав? Вот кремний, окружен четырьмя кислородами, присутствие какого-то металла, например, магния, у нас он появляется вот здесь. И таким образом образуется вот такой кластер. А если металла меньше, то есть более кислые расплавы, то они способны полимеризоваться через мостик. И там получается кислород, кремний, кислород, 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 снова кремний, ну а здесь вот получается такая связь. В том случае, если у нас металлов оказывается меньше, то кислороды способны полимеризоваться. И это хорошо видно по свойствам расплавов. Базальтовые расплавы, где кремнезема мало, они текучие, имеют низкую вязкость, а кислые расплавы, они имеют очень большую вязкость и даже застывают в виде таких батолит, ну не батолитов, а куполов, вулканических куполов, практически не передвигаясь. Соответственно, степень полимеризации и она может быть выражена через, ну как говорят, сеткообразователи и сеткомодификаторы, кремний, сеткообразователь, металл, сеткомодификатор, а можно их выразить через соотношение кремния и кислорода в расплаве. Тогда у нас получается, что кислород на кремнии плюс кислород, это получается степень полимеризации R, ну и для расплавов она все-таки имеет ограничения. Сколько может быть минимально в расплаве силикатным кислородным значением? Почему 4? на самом деле 2, СО2. Вот, а сколько может быть минимально? 4. Ну это по сути дела расплав оливина. Ну вот, собственно, в этих пределах оно меняется. Если мы посмотрим на то, как у нас разделяются типы силикатных расплавов в координатах температура и степень полимеризации, температура, а здесь это число R, степень полимеризации, то мы увидим примерно 3 области. Здесь работает оксидная модель, здесь квазикристаллическая, а между ними кластерная. Кластерная модель. Ну, вообще-то говоря, силикатные расплавы содержат ионы, так же, как и водный раствор, в нем образуется ион. оттуда мы знаем, как узнать, что есть ионы, померить электропроводность. Электропроводность силикатных расплавов достаточно велика, то есть там присутствуют ионы. И на этом основании Дмитрий Сергеевич Коржинский предложил свою теорию кислотно-основного взаимодействия. Как вы видите, главный вопрос это кремний и кислород. И он предложил использовать в качестве меры кислотности силикатных расплавов активность иона кислорода. И он ввел показатель активности как логарифм активности иона кислорода. и этот показатель представляет собой показатель основности расплава. Ну и так же, как и в других водных растворах у нас кислород может тоже быть кислотно-основным плюс О получается 2О минус ну и это получается аналог как будто бы диссоциация воды и ну и собственно говоря мы можем записать некоторую константу константу которая будет представлять из себя соответственно соотношение активности кислорода вот здесь активность О с минусом в квадрате делить на активность от 2 минус на активность О ну то есть сами по себе кислотно-основные свойства этих расплавов могут быть описаны только через кислород но помните как для водных растворов описывается кислотно-основное взаимодействие через активность мифических ионов водорода которых на самом деле в природе не существует но тем не менее вся эта система работает ну и таким образом мы получаем некоторое взаимодействие между кислотными и основными компонентами запишем это взаимодействие так как сделал это Дмитрий Сергеевич Коржинский ну вы привыкли к реакциям в которых есть баланс массы а вы видели реакции через степень протекания реакции показывали вам на химии ну давайте посмотрим покажу сейчас кислотный компонент ну скажем берем некоторое количество молей СО2 они взаимодействуют с альфа М ионами кислорода получается альфа М СО3 2 минуса плюс остается единица минус альфа М СО2 где альфа это степень протекания реакции но также можем записать для основного основной компонент берем М кальций О и кальций О диссоциирует получается бета М кальций О плюс бета М О 2 минус а кальций О прошу прощения 2 плюс кальций О и плюс единица минус бета остается М кальций О где альфа это степень протекания реакции для кислотного компонента а бета это степень протекания реакции для основного ну и дальше мы запишем простое выражение что это магматический процесс энтальпия является потенциалом который управляет кристаллизацией здесь получается ТДС плюс ВДП плюс мю А на ДМ А плюс мю Б на ДМ Б ну и минус рассматривая кислород как вполне подвижный компонент получаем М О 2 минус на Д мю О 2 минус ну соответственно у нас антропия и давление постоянны два первых члена исчезают ну и дальше мы можем получить подставив вместо химического потенциала его интегральное выражение то мы получаем зависимость Дмю Б по Дмю О 2 минус это будет равно минус Дм кислорода на Дм Б ну и равно это будет все РТ на Д логарифм мольной доли компонента плюс Д логарифм коэффициента активности делить на РТ Д логарифм О 2 минус ну активности активности О 2 минус верно? ну верно ну и теперь посмотрим к чему приведет это уравнение для кислотного и основного компонента смотрим что такое дельта М для кислотного компонента ну собственно давайте в полных дифференциалах запишу чтобы было Дм Б ну давайте И нет через Д логарифм активности Итого компонента по Д логарифм активности О 2 минус будет равно минус дельта М О 2 минус делить на дельта М И в полных превращениях ну давайте посмотрим значит для кислотного компонента вот здесь записано кислотный компонент что будет если мы увеличиваем активность О 2 минус вот реакция что у нас здесь дельта М и что это такое это будет М А это вот это самое М А дельта М О 2 минус это будет альфа альфа на М О 2 минус ну и соответственно на М альфа М ну и тогда получается что Д логарифм активности Итого компонента если он кислотный по Д логарифм активности кислорода будет равно минус дельта М О 2 минус так значит на давайте сразу напишем минус альфа потому что М сократится минус альфа таким образом увеличение основности расплава собственно говоря вот этот кислород есть мера основности понижает активность кислотного компонента таким образом ну это действительно видно из этой реакции увеличиваем активность кислорода следовательно реакция сдвигается вправо и доля СО2 активность СО2 в расплаве снижается вторая реакция основной компонент тогда у нас изменение активности основного компонента при увеличении логарифма активности основного основности расплава это будет что такое смотрите что здесь а здесь это минус бета и таким образом получается что здесь минус на минус даст плюс и это получается бета то есть увеличение основности расплава увеличивает активность основного компонента ну и соответственно альфа и бета это степени протекания реакции то есть это меры основности и кислотности для каждого компонента и таким образом мы получаем интересное следствие что активности компонентов вовсе даже не те которые мы считали для идеального варианта когда они равны мольные доли а оказываются совсем иными ну давайте посмотрим если у нас система состоит из кислотного и основного компонента диаграмма плавкости ну вот к примеру кальций и О Сиу2 основной кислотный компонент ну мы то же самое можем записать то что я уже сегодня записывал интегрируя уравнение д логарифм активности только здесь активность вместо мольной доли равна дельта h делить на rt квадрат dt это проинтегрированное уравнение шредера ну и соответственно изменение d tm температура плавления будет равно rt квадрат делить на дельта h на d логарифм мольной доли компонента на коэффициент активности компонента ну и дальше выводим то же самое уравнение в тектике логарифм x а равно дельта h на r а здесь соотношение единицы на t плавление а минус единицы на t плавление b фазы а минус почему b и в тектике здесь логарифм мольной доли компонента b здесь тоже а дельта h плавления фазы b делить на r а здесь соотношение единицы на b минус единицы на t в тектике ну и получаем это соотношение но в нашем случае мольную долю мы должны заменить на активность компонентов и она связана через коэффициент активности ну и к чему это приведет давайте посмотрим увеличение кислотности будет приводить к тому что у нас увеличивается активность основного компонента основности прошу прощения а b это пускай будет кислотный а это основной компонент здесь температура ну и как мы с вами вывели если бы не было этого взаимодействия при примерно равных температурах плавления фазы а и температура плавления фазы b ф-тектика находилась бы вот здесь но что происходит добавление увеличение основности расплава которое сопровождается выделением этих самых ионов водорода понижает активность кислотного компонента а добавление кислотного компонента к основному увеличивает активность кислотного компонента и у нас ф-тектика переезжает в сторону кислотного компонента потому что здесь у нас увеличение увеличение кислотности а здесь увеличение увеличение основности основности Таким образом, у нас получилось, что F-тектика находится не там, где мы рассчитали ее в условиях идеального раствора. И при таком взаимодействии происходит резкое изменение. А что будет, если у нас три компонента в системе? Вот диаграмма, экспериментальная диаграмма, лейцид, анартит, кремнезем. Лейцид, анартит, кремнезем. Посмотрите, температуры плавления, но они близки. У лейцида 1700 примерно, у анартита 1600, ну и у кремнезема, вы знаете, там 1800, если это крестоболит. Близки, но при этом положение F-тектики, где есть F-тектика? В нее приходят три катектики. Вот оно, положение F-тектики. Оно чрезвычайно смещено в сторону системы лейцид-кремнезем. И это приводит к тому, что поле анартита оказывается гипертрофированно большим. Почему? Давайте посмотрим на эту диаграмму. Здесь три компонента. Как вы думаете, кто из них самый основной, кто самый кислотный? Лейцид. Да, конечно. У нас в этой диаграмме получается три компонента. Три компонента. Этот основной самый лейцид. Это кремнезем, самый кислотный. А анартит оказывается амфотерным. Если бы все было без кислотно-основого взаимодействия, то тройная эфтектика находилась бы примерно в середине треугольника. Что происходит? Добавление амфотерного компонента оказывает такое действие. На основной компонент амфотерный работает как кислотный, на кислотный как основной. И поэтому он фактически снижает активность и того, и другого компонента. И в результате эфтектика у нас перемещается, расширяя пори амфотерного компонента. Вот эта диаграмма, лейцид, анартит, кремнезем, является хорошей иллюстрацией работы кислотно-основого взаимодействия. И это внутренние факторы, которые приводят к изменению положения эфтектики, без всяких внешних причин. Просто за счет химизма расплава. Хорошо. На этом рассмотрение внутренних факторов мы закончим. Хотя, конечно, сейчас пытаются сделать модели силикатного расплава, которые учитывают взаимное влияние всех компонентов друг на друга. Но пока это не очень легко получается. И эти модели есть. Они базируются на экспериментальных данных. И позволяют описывать сложные системы. Но они далеки пока от совершенства. Хорошо. Влияние внешних факторов настроения и диаграмм плавкости. Внешние факторы – это давление, давление, летучие компоненты и вполне подвижные компоненты. Напомню, что диаграмму мы нарисовали при постоянном давлении. А как будет влиять давление и другие факторы на строение диаграмм плавкости. Ну, все довольно просто. Вот то самое уравнение смещенного равновесия. Нам потребуется для того, чтобы все объяснить. Потому что мы смещаем это равновесие за счет внешних факторов. Внешние факторы. Значит, соответственно, давление. Давление летучих компонентов. И химические потенциалы вполне подвижных компонентов. Так, смотрим. Соответственно, минус дельта С ДТ плюс дельта В ДП. Верно? В уравнении смещенного равновесия. Ну, а дальше запишем еще. Минус дельта М G на ДМУ G. Минус дельта М К на ДМУ К для двух вполне подвижных компонентов равно нулю. Ну, а теперь что у нас получается? Мы должны решить это уравнение относительно ДТ. Потому что нас интересует вопрос. А как влияет на температуру? Ну, и, собственно говоря, решим ДТ равно. Как влияет? Поделим все на дельта С. Получаем дельта В на дельта С ДП. Правильно? Минус дельта М на G-то-го компонента на дельта С ДМУ G. Минус дельта М К-то-го компонента на дельта С ДМУ К. Верно? Вот, собственно говоря, эта формула все и описывает. Ну, рассмотрим это последовательно. Влияние давления. Нет вполне подвижных компонентов. И остается у нас изменение температуры равно изменению дельта В на дельта С на ДП. То есть, оно будет пропорционально соотношению дельта В на дельта С. А что это такое? Это В объем жидкой фазы минус объем твердой фазы. Здесь энтропия жидкой фазы минус энтропия твердой фазы на ДП. У кого энтропия больше, у жидкости, следовательно, эта величина всегда больше нуля. И все выбор предоставляется соотношению объемов твердой и жидкой фазы. Если объем жидкой фазы больше, чем объем твердого, что обычно для силикатных расплавов, то, соответственно, у нас получается ДТ по ДП равно дельта В на дельта С на дельта С. То у нас получается примерно для силикатных расплавов на увеличение температуры плавления примерно 30 градусов на 1 килобарру. Ну, 30 градусов это очень много, а так вообще в среднем 6-15 градусов на 1 килобарру увеличение давления. Следовательно, в сухой системе, если мы увеличиваем давление, то температура, вот температура плавления в поликомнатных условиях, она растет. Не очень сильно растет, но тем не менее увеличивается. Как увеличивается, вы можете увидеть вот на этом плакате. Здесь приведены экспериментальные данные для ряда минералов. От чего зависит угол наклона? В этих координатах это дельта В на дельта С. То есть, чем более плотная фаза, тем, ну и, соответственно, отличается температура плавления, то вот получается такая зависимость. Теперь скажите мне, вот вы знаете, что базальты выплавляются в мантии, как и в технические расплавы. А почему потом вы всегда видите оливин на ликвидусе? Почему? То есть, если он расплав выплавляется как эфтектический, то он должен вообще-то кристаллизоваться как эфтектический. А оливин явно на ликвидусе. Почему? Давайте посмотрим на эту диаграмму. Вот у нас диаграмма плавкости. Ну, неважно какой системы. Два минерала. Плотный и малоплотный минерал эфтектика. Два минерала. Пускай это будет плотный минерал с большой плотностью, а это будет малая плотность. Ну, скажем, оливин плагиокласс. Так, это давление П равное одной атмосфере. Эфтектика находится где-то примерно посередине. Увеличиваем давление. Возьмем давление несколько десятков килобар. Как сместятся точки температуры плавления? Это температура плавления плотной фазы при одной атмосфере. Соответственно, ДТ по ДП будет равна ΔВ на ΔС. То есть, температура плавления будет возрастать. Здесь температура плавления тоже будет возрастать. И для малоплотной фазы она будет возрастать сильнее. И таким образом у нас получится, что мы перейдем на новую... А, нет, сильнее. Сильнее. Тут слабее. Переходим сюда. И у нас эфтектика растет по температуре. И переходит... Эфтектика смещается в сторону плотной фазы, в сторону оливина. Поэтому, если мы выплавляем эфтектику при высоком давлении, у нас получается более магнезиальный расплав, богаче оливином. А если он потом начинает кристаллизоваться при низком давлении, то оливин оказывается на ликвидусе. Ну и таким образом мы с вами увидели один из важнейших способов выплавления расплавов на земле. Как выплавить из мантии расплав базальтовый. Вот у нас температура давления. Просто снизить давление. Потому что здесь у нас твердое, здесь жидкое. Снижаем давление. И образуется расплав. Этот способ выплавления базальтов, самый распространенный в природе, он происходит в срединноокеанических хребтах, где мантии поднимаются вверх и называется декомпрессия. У нас давление приводит к увеличению температуры плавления. А вот, сказать, для воды как будет? Она пометается вверх. Да, а для воды наоборот. Потому что вода является таким исключением. И объем льда больше, чем объем жидкости. Ну, а плотность льда, естественно, меньше. Поэтому и возникает эффект понижения температуры плавления льда при повышении давления. Ну, там это, правда, не сильно, потому что дальше идут другие полиморфные модификации льда. Для силикатных систем давление, как правило, как вы видите на том плакате, повышает температуру плавления. Но это однокомпонентная система. Природные системы сложнее. И среди компонентов, которые там присутствуют, там есть летучие компоненты. Давайте посмотрим, как будет влиять давление в присутствии летучих компонентов. Влияние давления в присутствии летучих. Что такое летучие? И как они распределяются между расплавом и твердой фазой? Ну, зависит от того, что за летучие. Ну, скажем, вода. Вода хорошо растворяется в силикатных расплавах. Она там образует гидроксид ионы и довольно легко входит в силикатные расплавы. А вот в твердые фазы, ну, особенно мантийных минералов, она входит не очень хорошо. Хотя, конечно, вы знаете, что есть водно содержащие силикаты, но тем не менее. Вот у нас присутствие летучих компоненты. Расплав содержащей летучей будет кристаллизоваться с образованием твердой фазы несодержащей летучей плюс газообразной фазы H2O-газ. ДТ по ДП равно дельта В на дельта С. Ну, сколько-то тех летучих в расплаве содержится, сильно ли они изменят нам дельта С. это будет, соответственно, энтропия твердого плюс энтропия газа минус энтропия жидкости. Так, я записал. Ну и, соответственно, энтропия жидкости все равно будет больше, потому что газовые фазы содержатся очень мало. Сколько летучих может содержаться в магматическом расплаве? 3, 5, ну, 10%. Поэтому они принципиально не меняют эту картину и все равно здесь доминирует энтропия жидкой фазы. Это вещь меньше нуля. Объем. Объем твердого плюс объем газа минус объем жидкости. Ой, энтропию написал. Объем жидкости. А здесь что больше? Объем газа и твердого будет больше, чем объем жидкости. Потому что объемы жидкости и твердой практически равны. Там небольшое различие. Вы видите, когда, скажем, вы захристаллизовали какой-нибудь расплав, то видите, что получилась усадка. Вот это и есть разница в объемах. А газ образует существенные пузыри. Поэтому это больше нуля. И, следовательно, вся эта величина меньше нуля. Меньше нуля. Что это значит? Что в присутствии летучих, ну вообще говоря, мы рассчитали для водонасыщенной системы. Здесь вода дает собственную фазу водяной пар. Для водонасыщенной системы у нас температура меняется весьма драматически снижается при повышении давления. Ну и здесь у нас расплав, а здесь уже расплав плюс газ. А, твердое плюс газ, прошу прощения. Твердое плюс газ. И как это выглядит? Это выглядит так, как нарисовано на соответствующих плакатах. Смотрите, вот плакат. Здесь показано, как меняется температура кристаллизации отдельных минералов в зависимости уже от давления, создаваемого этим водяным паром. Здесь всего 10 килобар. И смотрите, как драматически уменьшается температура плавления. Вот еще один способ плавления мантии, который называется просто добавь воды. А как вода добавляется в мантии? Да, совершенно верно. В зоне субдукции гидротированная океаническая кора погружается в мантию, где происходит ее дегидротация. Не плавление, а она не успевает прогреться с такими высокими скоростями субдукции. Но происходит дегидротация водосодержащих минералов. Вода переходит в тот самый мантийный клин, который находится над зоной субдукции и вызывает его плавление. Понижает температуру плавления мантийных минералов. Вот здесь показаны влияния давления воды на нон-вариантные точки. Ну, там видите ликвидус и солидус. Ликвидус и солидус базальта, гранитов. И что мы видим, что это тоже очень сильно влияет на положение точек на такой диаграмме. снижается температура плавления как индивидуальных фаз, так и эфтектики. Ну, собственно, солидус, положение солидуса это положение эфтектики в этих системах. И самые водосодержащие породы это граниты. Их температуры эфтектики, температуры кристаллизации могут достигать 700 и даже 600 градусов Цельсия в присутствии большого количества воды. Таким образом, это второй важнейший способ плавления и получения расплавов. Это плавление под действием летучих. Это происходит в зонах субдукции. Кстати, выделение этой воды по всей видимости и приводит к тем землетрясениям, которые фиксируются в сейсмофокальной зоне, зоне Беньёфа. Это не движение плит, это движение флюида. И этот самый флюид вызывает плавление мантии и образование уже других расплавов. Если в срединоокеанических хребтах мы видим талиитовую серию, то здесь какую? Что-нибудь рассказывали вам? Известково-щелочную. мантию. Потому что много воды, железо окисляется, получается магнетит и в расплаве железо не накапливается. Поэтому возникает быстрое накопление кремнезиома с образованием кислых расплавов. Таким образом, второй способ плавления это добавление воды в мантию. Для ряда систем я могу вам показать экспериментальные данные, как будет выглядеть система диапсид анартид. Здесь показано давление 1 атмосфера, ну, бар. 1 бар, 1 бар. Вот вы видите положение точки эфтектики, она примерно посередине, но здесь чуть-чуть выше температура плавления. Если мы увеличиваем давление воды, то у нас происходит изменение положения эфтектики. И смотрите, эта эфтектика смещается в сторону анартида, то есть известково-щелочную сторону плагиоклаза. Поэтому выплавляемые расплавы будут содержать больше алюминия и кальция при увеличении давления воды. Если мы увеличиваем сухое давление, это голубая линия, без летучих компонентов, то температура плавления растет, для диапсида сильнее, чем для анартида, и тоже у нас происходит смещение точки составов. Для системы калий-натриевый полевой шпат, это гранитная система, мы видим, что при увеличении давления воды до тысячи и двух тысяч атмосфер, относительно первой картинки, нарисованные при получении при давлении отвечающей комнатному, мы видим снижение температуры плавления, и у нас происходит заближение, внизу, видите, у нас присутствует распад твердого раствора, калий-натриево-полевого шпата, и в конце концов, мы придем при увеличении давления, что эта диаграмма превратится в диаграмму с той самой эфотертической точкой, то есть куполы расслаивания пересечет ликвидус и солидус в этой системе. Таким образом получаются, ну, кстати, это диаграмма, которая объясняет образование пертитов, помните, да, такие, вростки, структуры распада калий-натриево-полевого шпата, в калиевом-полевом шпате кристаллизуется альбит при понижении температуры. Вот он, купол расслаивания, и, собственно говоря, вот здесь возникает образование альбитовых вростков в калиевом-полевом шпате. пока все не закончится. Ну, хорошо, мы с вами рассмотрели основные моменты, связанные с влиянием давления, морали. Давление чрезвычайно сильно влияет на температуру плавления, особенно в присутствии летучих компонентов, то есть воды, когда образуется газовая фаза. И, собственно говоря, два способа плавления на земле основные. Первый способ плавления это декомпрессия мантии при подъеме горячих масс к поверхности. И второй это добавление воды в зоне субдукции. При этом влияние воды приводит к тому, что ее добавка меняет положение в тектике в системе мантийных минералов. Хорошо. Теперь рассмотрим влияние вполне подвижных компонентов. Влияние вполне подвижных компонентов. Ну, у нас было базовое уравнение, которое я вывел, которое показывает, что влияние вполне подвижных компонентов пропорционируется Дельта М делить на С. Значит, у нас вполне подвижные компоненты. Изменение температуры при ДТ по ДМ вполне подвижного компонента будет равно минус дельта М. Делить на Дельта С. Дельта М делить на Дельта С. Что такое Дельта М? Что такое Дельта С? Дельта М это изменение количества вполне подвижного компонента между М в жидкой минус М в твердое количество. А здесь энтропия жидкости минус энтропия твердого. Ну, соответственно, это больше нуля. А Дельта М может быть как больше, так и меньше нуля. Все зависит от состава нашей твердой фазы. Ну вот, например, первый случай. Если это у нас первый случай, когда МЛ больше, чем МС. Концентрация компонента в расплаве больше, чем концентрация компонента в твердой фазе. Что это означает? Ну, это означает, что компонент, который мы рассматриваем, является некогерентным. Слышали такое слово? Или несовместимым. Несовместимым с чем? С кристаллической решеткой данного минерала. И накапливается он в расплаве. Ну, ведь слово перевели некогерентный, как несовместимый. А лучше бы его перевели как магмофильный. Магмофильный, то есть накапливающийся в расплаве. Некогерентный элемент. Несовместимый с кристаллической решеткой. Что тогда получается? Изменение температуры при увеличении химического потенциала компонента. Значит, у нас получается здесь тоже дельта М минус МЛ минус МС делить на энтропию Л минус энтропию С. Это больше нуля, это больше нуля, все вместе меньше нуля. То есть, такой компонент понижает температуру, увеличение химического потенциала такого компонента, понижает температуру плавления минерала. Это еще, на самом деле, один способ плавления, который происходит, по всей видимости, очень глубоко в мантии. Возможно, даже на границе мантии ядро. Там летучих компонентов чрезвычайно мало. Но туда доходят те самые некогерентные, несовместимые элементы, которые могут вызывать плавление мантии за счет фазовых переходов. Но об этом мы еще поговорим. В любом случае, добавление некогерентного элемента понижает температуру плавления. Второй случай. А может быть у нас такое, что МЛ меньше, чем МС. Когда элемент предпочтительнее входит в кристаллическую решетку. Может быть такое? Да, конечно, может. Допустим, калий и калиевый полевой шпат. Коэффициент распределения калия между расплавом и калиевым полевым шпатом меньше единицы. Полевой шпат захватывает его. К чему это приведет? Приведет к тому, что ДТОДМЮГ равно МЛ-МС делительной энтропии жидкости минус энтропии твердого окажется больше нуля. Следовательно, температура плавления возрастет. И таким образом калиевый полевой шпат окажется на ликвидусе раньше, чем в системе без высокого химического потенциала калиевого. Это приводит к парадоксальному выводу. Давайте посмотрим. Я рисую некоторую принципиальную картинку. Не относитесь к ней, как к некоторым экспериментальным данным. Здесь у нас калиевый полевой шпат условный, а здесь кварц, СИУ-2. Обычная система, гранитная. Есть температура. Температура плавления калиевого полевого шпата и кварца чрезвычайно различаются. Вот так примерно. Ну, соответственно, вот здесь у нас эфтектика. Получаем породу с большим содержанием калиевого полевого шпата. Увеличиваем химический потенциал калия-2. Здесь температура плавления. Температура плавления СИУ-2 в обычных условиях. Температура плавления КПШ в условиях. Как будет ввести себя температура плавления кремнезиома, если мы увеличиваем химический потенциал калия-2? Калий не входит в кварц. Ну, не, кварц имеется в виду. Поэтому здесь температура плавления будет понижаться, а у калиевого полевого шпата повышаться, потому что коэффициент распределения в пользу него. И смотрите-ка, что получается. Мы получаем новую эфтектику, но она смещена в сторону, смотрите-ка, кварца. Забавно. Получается, что породы, образующиеся при высоких химических потенциалах калия-2О, содержат меньше калия-2О. Ну, имеется в виду эфтектика, конечно. Эфтектические породы. Парадокс? Нет, не парадокс. Это так влияют вполне подвижные компоненты на равновесие. Они увеличивают поле устойчивости тех минералов, в которые они входят. Ну, кроме того, например, увеличение химического потенциала воды будет приводить к тому, что раньше будут появляться водосодержащие минералы, такие как биотит, амфибол. Говорили вам об этом? Что вот они, водовысоко, водонасыщенные породы. У них высокий химический потенциал воды. Поэтому мы видим в них раннее появление слют. Ну, собственно говоря, мы с вами рассмотрели влияние всех основных компонентов, значит, некогерентных, эти будут называться когерентные или совместимые. Когерентные или совместимые. Ну и осталось нам перейти к рассмотрению кинетических параметров, кинетических факторов. До сих пор мы с вами кристаллизовали на диаграммах плавкости, полагая, что каждый раз происходит полное, на каждом шагу происходит полное взаимодействие между всеми фазами. Это была равновесная кристаллизация, а в природе она практически никогда не происходит. Ну, давайте посмотрим какую-нибудь самую простую диаграмму. Диаграмма с перетектикой. Диаграмма с перетектикой. Здесь у нас инконгруентно плавится фаза. Получается здесь афтектика между двумя фазами. Вот так. Ну, расплав. Расплав плюс фаза А. Это компонент А, это компонент В. Это фаза А, это фаза В. А здесь еще фаза С есть, образованная между ними. Ну, здесь А плюс С, здесь С плюс В, здесь С плюс расплав, здесь В плюс расплав. Ну, знакомая вам уже диаграмма. Ну, и я беру вот такую точку, провожу равновесную кристаллизацию, и вы мне скажете, прекрасно, что при температуре перетектики у нас фаза, а, исчезнет расплав, да, и останется А плюс С. Это равновесная кристаллизация. Давайте посмотрим, как у нас будет идти кристаллизация этой системы. Один точка, два точка, три точка. От температуры один точки два у нас в системе расплав, дальше появляется фаза А, от двух до трех кристаллизуется фаза. Посмотрим, как это будет выглядеть в нашем эксперименте мысленном. Ну, здесь расплав, ничего не происходит интересного. Дальше, вот здесь, во втором случае, у нас появляются кристаллы фазы А. Ну, пускай вот такие прямоугольнички, вот они, появились. Это фаза А вокруг расплав. И по мере продвижения от точки два до точки три у нас происходит увеличение количества фаза. Растут кристаллы в крапленнике. Доходим до точки три. Здесь происходит реакция расплав передактического состава взаимодействует с фазой А. Видите, пересечение канод. Получается фаза С. ЛП плюс А равно С. В точке три ноль степеней свободы. Здесь у нас происходит при постоянной температуре, которая определяется тем, что здесь температура не является фактором состояния, а является зависимым параметром. Вот кристалл один фазы А, вот кристалл второй фазы А. Они начинают взаимодействовать с расплавом, у них образуется на поверхности реакционная кайма. так. И чем будет определяться это взаимодействие, это фаза С. Смотрите, здесь расплав, его состав здесь постоянный, это фаза А, это фаза С. Видите картинка? Чтобы реакция продолжалась, что нужно, как расплаву добраться до еще неизрасходованной фазы А, когда она окружена фазой С? Вопрос. Остается только один путь, это твердофазовая диффузия, то есть компонент А должен продиффундировать сквозь фазу С и тогда он может провзаимодействовать с расплавом. Быстро это процесс? Нет. Это чрезвычайно медленный процесс. Да, есть минералы, в которых диффузия происходит быстрее, ну, допустим, диффузия магния и железа в оливине. Она происходит относительно быстро. Это приводит к тому, что в субсолидосных условиях оливины становятся гомогенными, но кристаллизуют стане все равно гетерогенной и образуют зональность. А у плагиоклаза вы видели зональность? Как получилась зональность мы еще поговорим. Но принципиально то, что у нас в какой-то момент фаза А выводится из равновесия и дальше эта реакция не идет блокированной реакционной каймой. что произошло? Смотрите-ка, у нас состав системы, из нее вычитаем фазу А, и состав системы оказывается вот здесь. Мы можем это смоделировать, вычев, если мы вычитаем фазу А из этой системы, минус некоторое количество фазы А. И мы оказываемся в совсем другом равновесии, где начинается уже кристаллизация фазы С. мы переходим к равновесию ЛП плюс С. Что здесь у нас происходит? Смотрите-ка, в нашей системе вот эти вот реакционные каймы внутри ядра еще содержат фазу А, а здесь уже стали кристаллизоваться новые кристаллы С. С, С, и расплав начал менять свой состав. И это тоже С. А фаза замурована внутри фазы С. Тогда у нас состав расплава меняется по линии ликвидуса, и мы приходим в эфтектику, и в эфтектике до 4, уже вот такая точка приходит в эфтектику 4, 3, штрих. И в эфтектике расплав кристаллизуется, эфтектический образец С плюс Б. И у нас в нашей системе мы увидим смотрите-ка, вот это реакционная кайма по А фазы С, реакционная кайма по фазе А фазы С, вторая генерация фазы С, образующая здесь собственные кристаллы, и остальной расплав образует эфтектические срастания Б плюс С. Фаза неравновесна с фазой Б, она не может существовать, но она существует. Почему? Потому что кинетические ограничения, и она не может провзаимодействовать с фазой Б, будучи отделенной от нее фазой С. Видели такие породы, где есть реакционные каймы на минералах, как правило, эти породы неравновесны. Вообще говоря, магматические породы, они вообще-то неравновесны. И, видя такую породу, вы можете восстановить ее историю. Собственно говоря, петрография, описание структур и текстур магматических пород, это восстановление истории. Это производилось даже раньше, чем вообще появились представления о фазовых диаграммах, но уже тогда люди понимали историю становления породы. И потом выяснилось, что не вполне они соответствуют всегда фазовым диаграммам. Ну, скажем, как в этом случае. Такую породу вы легко найдете где-нибудь среди шлифов кафедры петрологии. Это обычный случай, когда в породе присутствуют парогенезисы, отвечающие разным условиям. Ну, вот такой вариант генетических факторов. Ну, теперь давайте посмотрим, как у нас будут образовываться зональные кристаллы. Зональные кристаллы. Видели зональный плагиокласс? Конечно. как образуют зональные плагиоклассы. Ну, диаграмма плагиокласса. Это диаграмма Розебома первого типа. Здесь анартит, скажем, альбит. Значит, температура плавления анартита выше. Вот ликвидус анартита. Ой, бегли. Ликвидус плагиокласса, солидус плагиокласса. Расплав расплав плюс плагиокласс. Плагиокласс. Ну, и вот возьмем такую систему, проведем ее кристаллизацию. И вы мне правильно скажете, что первыми в этой системе начнет кристаллизоваться вот такой плагиокласс, а последним будет такой состав расплава. А плагиокласс станет равным исходному составу системы. Вы будете абсолютно правы. это равновесная кристаллизация, но она тоже так не проходит. Вот смотрите, у нас изменился состав расплава, и весь плагиокласс должен взаимодействовать с этим расплавом. Здесь нарисуем. Здесь образовался вот такой плагиокласс. Нарисую квадратненький, чтобы было видно. Первый кристаллик плагиокласса. Вот такого состава. и он весь должен взаимодействовать с расплавом, поменяв свой состав. Как расплав проникнет внутрь такого кристалла? Только твердофазовая диффузия. А в плагиоклассе она идет чрезвычайно медленно. И соответственно в этой системе у нас происходит замуровывание. И вот этот плагиокласс один больше не будет взаимодействовать с расплавом. И таким образом мы должны вычесть из системы. Состав системы поменяется. Вторая зона роста будет тоже отвечать термодинамическому равновесию. Вот она вторая зона роста соответствует второму равновесию. И снова замуровывает часть вещества. И таким образом у нас состав системы не будет вот так постоянной. А мы можем это промоделировать учитывая часть анартитового компонента, который оказывается замурован внутри кристаллической решетки. Таким образом у нас растет следующая зона, следующая зона, ну и каждая зона на самом деле имеет полное термодинамическое согласие. И в конце концов он приходит вот сюда и здесь расплав исчезает. Получается еще одна зона и расплав исчезает. Но в результате мы имеем зональность плагиоклаза, а расплав, который заканчивается в этой системе, существенно богаче альбитовым компонентом. Таким образом зональные кристаллы тоже являются продуктами воздействия кинетических факторов, которые определяются твердофазовой диффузией. Самый медленный процесс это твердофазовая диффузия. И он приводит к тому, что часть вещества оказывает замурованно внутри кристалла, и таким образом в дальнейшем не вступает в реакции. кристалла, и таким образом